МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вот от полного вмирания и белорусский бизнесмен спас свою малую родину. Уроженец деревни Железняки Гомельской области Сергей Кроткевич. Значит, собственными силами. Что он сделал? Сергей создал инфраструктуру населенного пункта, а также восстановил храм, положил в деревню асфальт, провел водопровод, газопровод. Малая родина. О ней воспевали поэты и народная мудрость. Но, к сожалению, все реже и реже мы говорим о том, что патриотизм – это не только громкие слова, а это еще и поступки. Это Пинкот. Меня зовут Татьяна Матусевич. Это Жан Сенкевич. И мы начинаем. Сегодня в программе «Год малой родины». На пальцах объясним, как стать полезным стране. Продолжение нашумевшей истории. Или Андрей Зрожевский снова съездил в Микошевичи. Микошевич – город районного подчинения. И обязательно ли быть активистом, чтобы попасть на отдых в самый крутой белорусский детский центр. Смотри телевизор и узнаешь. «Год малой родины» – тема нашего эфира. Какая инициатива нужна белорусской глубинке? Порассуждай в нашем сегодняшнем интерактиве. А также помни про пин-код недели. Записывай циферки, которые появляются в течение нашего эфира. И вводи их в пятницу в нашей группе во Вконтакте. А также получай суперкрутые призы. У тебя есть возможность получить подарки от наших друзей и партнеров в компании «Маркл Косметикс». Да, ну а к нам уже присоединились наши первые героини. Ну что же, я сразу с тех представлю. Ученики Крошинской средней школы, Баранического района – Кристина, Оля и Ангелина. Девчонки, привет. Здравствуйте. Привет, как настроение? Бодры, дружны, веселы. Давайте рассказывайте, вообще откуда взялась инициатива делать добрые дела? И что вы делаете? Ну мы так воспитаны просто вот с самого рождения. Мы любим родину, свою маму, и поэтому мы активно принимаем участие в ее жизни, помогаем ей, ухаживаем за ней. Ангелина, у меня вот к тебе вопрос. А ты всегда была с самого детства активисткой? Ну да, я стараюсь. Ну я как бы родилась в Крошине и уже 17 лет здесь живу, и поэтому я стараюсь для нее. Ну у тебя есть какие-то цели, то есть ты понимаешь, если я буду активисткой, возможно, я получу какие-то бонусы в будущем. Нет, я просто, ну, люблю свою родину и стараюсь. А что вы конкретно делаете? Давайте вот... Ну мы участвуем в жизни, можно сказать. Мы ходим на общественные мероприятия, мы убираем парки, сквер. Это самый такой мощный, грандиозный проект, о котором вы можете с такой легкой гордостью рассказать. У нас в школе организован музей, посвященный паблику Багриму, в котором ученицы нашего класса проводят экскурсии. Приезжает много народу, очень интересно. Приезжайте тоже. Вот, приглашайте, конечно, наши телезрители. Я думаю, кто тогда приедет. Возможно, и нас тоже приглашайте, и мы приедем. А давайте конкретнее. Вот вы говорите, мы там убираем, то есть вы организовываете, там, я не знаю, субботники, собираете туда народ. Как вы это делаете? Как вы завлекаете людей, чтобы они туда шли? Ну, в основном это ходят школьники. То есть их насильно туда доставим. Да, конечно. Мы не совсем добровольное мероприятие. Ну, а что еще, кроме субботников? Ну, мы помогаем ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в нашем районе. Ну, мы приходим к ним домой и как-то пытаемся помочь. По хозяйству. Оля, у меня такой вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, а с какими трудностями вы вообще столкнулись, когда начали жить вот как активисты? Ну, поначалу сложно, конечно, потому что не все готовы помогать. Ну, сейчас же такое поколение, как бы, да, ну, сами понимаете. Некогда. Некогда, да. Поколению некогда, а у вас-то время нашлось. Ну, да. Ну, да. Стараемся. Скажи, пожалуйста, не ты. Ну, мы еще, у нас мероприятия проходят. Мы, у нас создан кружок, ну, не кружок, это в клубе нашем. У нас группа ассорти, мы выступаем активно. Иногда на районные мероприятия выезжаем какие-то. У нас проходят районные мероприятия. Да, и у нас проходят районные мероприятия. Кристина, вот, районные мероприятия, вы как-то помогаете? Да. Да, мы там участвуем. А неужели, девчонки, вот нет такого, что хочется перебраться, знаю, в город побольше, в Минск, например, и там быть активистами? Мы переберемся скоро. Так вот, учиться переедем. 15 лет все создавалось по крупиночкам, склеивалось, и тут, ладно, я потом уеду. Нет, мы учиться уедем. Но вы хотите просто уехать и учиться, отдаться полностью учебе, либо тоже здесь пытаться что-то создавать. Нет, мы все равно будем возвращаться сюда, помогать. А есть какие-то цели уже, которые вы можете поделиться, к примеру, я приеду в Минске и обязательно? Вернусь домой. То есть пока планов нет? Ну, пока да. Таких сильных нет. Ладно. Ну, наверное, у каждой есть планы, как поднять провинцию. Да, вот Оль, например, давайте вот каждый, как бы ты подняла свою провинцию? Ну, говорить о ней везде, как бы. То есть вот для этого как раз в Минске нужно поступать, да? Да. Продвигать ее. Пропаганда. Рекламировать ее. Рекламировать ее как-то. Как? Ну, потому что у нас действительно интересно. У нас некогда скучать, у нас активные жизни. Даже иногда времени просто свободного нету, потому что всегда заняты. Ну, у нас проходят даже вот купалы, могут люди приезжать вот на концерты, там организовывается большой концерт, на улице с дискотекой. Потом, ну, тоже как бы интересная общественная жизнь. Очень весело. Проходит. А есть какие-то пункты, вот, которые вам кажется, что Минск мог бы спокойно у вас позаимствовать, что у вас это есть, а вот Минск? Кристин, как тут? Ну, у нас очень интересное мероприятие, туда очень много народу приезжает отдохнуть. Вот, может быть, в Минске не всегда так. Отдохнуть, в смысле, там на речку летом или какие-то масштабные мероприятия? Вообще у нас там, как бы, ну, масштабные мероприятия проходят районного уровня. Ну, очень интересные концерты, там программы всякие разные, дискотеки даже. То есть вы просто придумываете все эти мероприятия. Вот вы втроем собрались. Нет, нет, у нас руководители. Да. И четвертый. Да, руководитель. Руководитель, да. Нас в Дом культуры очень активный, помогают, делают мероприятия. Ну, и мы им помогаем. Рубный ансамбль есть. Есть, да. Вообще, к чему мы сегодня говорим про год Малой Родины? Я напомню нашим телезрителям. Дело в том, что 2018 год, это год Малой Родины. И, кстати, девчонки, вот для вас такая информация. Наш президент сказал, я цитирую, мы можем сделать какой-нибудь населенный пункт, возродить, скажем, да, Малую Родину и сделать там все для себя, для жизни. И плюс ко всему мы можем этот населенный пункт назвать в свою честь. Так что, девочки, возвращайтесь из Минска, создайте, что такое этакое. И, пожалуйста, вот, населенный пункт имени себя. Спасибо вам большое, да, что нашли время приехать к нам в студию. Кристина, Оля, Ангелина. Но для всех наших зрителей я хочу напомнить, что после небольшой рекламы мы вернемся и расскажем, как можно изменить мир через провинцию. Не переключайтесь. Это пин-код «Год Малой Родины». Тема нашего сегодняшнего эфира. В нашей группе ВКонтакте мы обсуждаем, какая же инициатива нужна белорусской глубинке. Может быть, где-то нужно построить дворец ледовый, дворец спорта, где-то клумбу посадить с цветами. В общем, напишите ваши предложения, мы их обязательно прочтем. Ну, я хочу рассказать, что за время рекламы к нам в студии присоединились воспитанники Оршанского районного центра детей и молодежи. Это Антон, Ростислав и Захар. Ребят, привет. Привет. Добрый день. Так, Антон, сразу к тебе вопрос. Расскажи поподробнее о ваших проектах, что вы такое интересное все делаете. Это к Антону вопрос, потому что он главный. Конечно. Давай. Наш проект направлен на сохранение исторической памяти в нашей Малой Родине. Он включает в себя три направления, по которым мы работаем. Первое направление – это святыни Малой Родины, то есть сохранение каких-либо исторических культурных памятников в том виде, в котором они есть. Таковыми памятниками стали Сосновый Бор, храм, часовня, которая стоит на месте храма в деревне Барань. Это в Варшанском районе? Да, в Варшанском районе. И, кстати, вот этот храм на данный момент находится в музее под открытым небом Строчицы. А это вы развиваете для того, чтобы экотуризм не стоял на месте? Нет, то есть это направлено на то, чтобы именно сохранять историческую память. То есть если исторической памяти не будет, у страны не будет будущего. Мне кажется, вот я правда скажу, я горжусь, что у нас есть вот такое подрастающее поколение, которое в своем возрасте, да, Антон, сколько тебе лет? 15 лет. 15 лет, и Антон говорит такие, да, серьезные вещи, исторические памяти, чтобы это не забывали. Ребят, расскажите вы, почему это вам интересно? Давай вот, да, Захар. Вам же не 15, вам еще, вам поменьше. В рамках проекта «Моя малая родина» в нашей школе создан проект «Время добрых дел». Целью этого проекта является оказание помощи нуждающимся, готовность к любому виду деятельности на благо своего города. В рамках проекта мы организовываем концерты, где принимаем активное участие в роли хора. Ну, я участвовал в хор. Вот, вот, а ты когда начал говорить, что ты конкретно делаешь, да, сразу вот оживился, сразу по-простому начал говорить. Расскажи, вот что ты сам конкретно делаешь? Ну, я участвую в хоре, в бою. Также мы помогаем ветеранам. А как вы помогаете? Ну, мы приходим к ним в гости и пытаемся помочь чем-нибудь. Если это период весны, мы помогаем им посеять любые растения. И ты там с лопатой стоишь, скапываешь огород. Да, не только я, многие ученики наши школы. Растислав, тоже ты стоишь с лопатой и помогаешь ветеранам? Нет, я ухаживаю за клубами. Что ты делаешь? Я ухаживаю за клубами, на могилах и ухожу на субботники. Ребята, а скажите, вот, положа руку на сердце, вы это действительно делаете, потому что это ваша инициатива? Вы осознаете, насколько это важно? Либо вас кто-то об этом просит? Мы сами хочем это делать. Это наша личная инициатива. Молодцы. А какие инициативы уже были реализованы, помимо памятников, которые вы возродили, помогли возродить? Вот, как я уже сказал, наш проект, он называется «Без прошлого нет будущего». Вот он уже на данный момент реализовывается. Вот все те мероприятия, в которых мы участвуем, они есть. То есть, он уже реализуется. А можно ли в вашу команду как-то присоединиться, сказать, что я тоже хочу быть активистом? Возьмите меня, Жанна Сенкевича, к вам. Я буду помогать в Варшамском районе все делать. Конечно, можно. Без проблем. Ты сам подписался сейчас. А ребята запомнили. На самом деле, пинт-хот продолжает знакомить вас, дорогие зрители, с «Белорусской глубинкой». И наш корреспондент Андрей Зарожевский отправился в город Микошевичи Брестской области. И вот что интересного смог там снять. Вот и они, Микошевичи. Если верить тому, что Родина, Малая Родина – это то место, где дышится легко и свободно, то мы на месте. Добро пожаловать в Родина Андрея Зарожевского. Как-то всегда очень сложно приезжать. Край любимый, край знакомый. Слишком много воспоминаний связано с этим местом. Людей, вещей, событий. Шесть лет живя. Ну и на чужбине, на столице. Понимаешь, что это то место, которое дает тебе перезагрузку. А это вот дворец культуры. Лекарство твоей детской социофобии. В общем-то, наверное, за лет 15 жизни моей Микошевича. Да, вся сцена, в общем-то, истопкана. Наверное, фотографии есть, не знаю. А вот это вот мой детский сад. И почему именно это место? Я его просто обожал. На этих качелях, ну, собственно, вот уже самих качелей не висит. Но я их помню. Даже скажу по секрету. Приложил руку и ногу для того, чтобы их уже здесь не висело. А вот как раз сразу впереди моя школа. Ну, собственно, уже понятно, да? Ушел недалеко, буквально через забор перелез. Но вообще вот это вот место детского паломничества, оно волшебно. Вот в чем плюс нечасто приезжать домой, это то, что возвращаешься, а на кухне заботливо приготовленная для тебя записочка. И в несколько слоев завернутая, великолепная, даже так ароматная крышка. Сразу же видишь, знаешь и понимаешь, что тебя здесь любят. Ну, все, иди. Для меня Родина – это, наверное, все-таки люди, которые здесь остались. Для кого-то этот город, каким бы он ни был, это целая жизнь. Я сюда приезжаю, и я вижу, как изменился я. Я вижу, как меняются эти люди. И, наверное, правильно Махат Маганди говорил, что наши жизни измеряются жизнями окружающих нас людей. Вот так вот Андрей Зарожевский нам за три минуты рассказал про город Микошевич, и мы понимаем, что это действительно компактный город. Ребят, у вас точно так же все очень компактно? Да. В принципе, город Бара – небольшой городок, но я его очень люблю, как свою малую родину. Ростислав, расскажи, пожалуйста, мы знаем, что у тебя есть очень интересная история и интересный проект. Хочется поподробнее, чтобы ты рассказал. В моем проекте 12 объектов и 4 маршрута. Маршрут первый – «Орехом земля наших предков». А как проект называется? Проект называется «Скрижали памяти». Так, дальше. Первый маршрут входит «Путь из варягов в греки». А ты нам, пожалуйста, расскажи вот суть этого проекта. Суть этого проекта – нам захотелось узнать больше историю нашего поселка и узнать больше о памятниках и достопримечательностях, развить туризм в нашем поселке. И ты тоже вот сам это, да, решил, что я должен знать историю своего поселка, города. Да, я это решил. А каким образом вы информацию находите? Мы читаем книги и читаем специальные статьи. То есть в книгах исторических можно всю информацию найти? Да, могу рассказать один интересный факт про нашу церковь. Конечно, конечно. Наша церковь была построена, и бревна в нем стоят не горизонтально, а вертикально. Вот так вот. Ребята, слушайте, а вот как вы считаете, какая инициатива нужна вашему городишке? Мне кажется, главная инициатива у них есть. Это вот такие три замечательные парни, которые создают маршруты, создают проекты и делают это все. Ко всем зрителям я обращаюсь, заходите в нашу группу ВКонтакте, принимайте участие в интерактиве. А Таня Матусеев сейчас и зачитает, что самое интересное из того, что вы там написали. Да, вот, например, Стас Шевко нам пишет. Если бы сбылось, чтобы раз в год машины не ездили, чтобы в музей бесплатно сходить. Я не знаю, откуда там Стас, но я знаю, что в Минске, если не ошибаюсь, в месяце в мае есть такой день, когда музей распахивает свои двери и можно бесплатно посетить. Так что, Стас, узнай, пожалуйста, в своем населенном пункте об этом. И еще он написал, я тоже пионер, слава пионерам, Стас, тебе привет. Вот, что еще пишете вы, дорогие друзья? Настя Зайцева, поменьше мусора, больше природы, чистые озера, реки, выход к морю, больше отдыха, выход к морю. А, Анастасия, вы откуда? Подожди, а давай вот ребят спросим. Ребят, как у вас в городе, да, вот, Настя пишет, поменьше мусора, больше природы, чистые озера. Как у вас с этим дела обстоят? Ну, лично у нас в городе очень чисто. То есть убирается, то есть уборка на высшем уровне. Мусора практически нету. Озеро, вернее, речка чистая, ну, недалеко, вот, есть такие деревни, в которых есть чистые озера, то есть в которых можно сходить, в которых можно выкупаться, искупаться, то есть природа. Развлекаться можно отлично. Ребят, я понимаю, вы, ребята, такие инициативные, но тем не менее, на реализацию проекта порой нужны крупные суммы. Да? Или нет? Суммы, ну, тем не менее, суммы нужны. Ну, на наш проект больше нужна рабочая сила, то есть, ну, на данный момент это как ученики школы, то есть мы собираемся, расходимся по каким-либо объектам, облагораживаемых, как я уже сказал, таковыми объектами являются часовня, построенная на месте храма, сосняк, то есть сосновый бор, родник и другие. Тем не менее, они облагораживают, но облагораживаются не просто вот веником помахать, потому что покрасить, деньги на краску нужны. Причем, я просто объясню, вот многие зрители, наверное, сейчас сидят перед телеэкранами и думают, что-то здесь нечисто. Наверное, ребята где-то на этом могут заработать, либо как-то в перспективе что-то получить. Расскажите, так ли это, да? Неужели нет цели заработать? Цели заработать никогда не было. Мы думаем, что главное, это облагораживать наши поселки Игорева. Молодец. Но тем не менее, финансирования никакого не ищете? Как вы в дальнейшем видите свое развитие? Нет, финансирования мы не ищем. Все это выполняется силами всех учащихся школы и педагогического состава. Вы знаете, я вам сейчас такую информацию расскажу. В общем, есть один бизнесмен, который из Индии переехал в свою маленькую родину, я назову это так, деревня Литовка. Вот, он выкупил там здание, он выкупил там целый, мне кажется, агрогородочек такой. И смотрите, что он там сделал. Написано на наступный пропынок. В общем, что он сделал? Он полностью реконструировал дома, здания, в общем, все, в реалистическом стиле. И сделал такой парк. Причем, бизнесмен сдает вот эту вот всю красоту бесплатно. Бесплатно? Да, он говорит, бесплатно приезжайте, делайте мероприятия, отдыхайте, развлекайтесь. В общем, все, что хотите, делайте. И у него нет никакой выгоды? Нет никакой выгоды, я так понимаю, что у человека просто есть деньги, и ему не жалко делиться с людьми вот такой вот красотой. Ребята, может быть, у вас сейчас закралась такая мысля, как бы я сказала. А может быть, в перспективе вы хотели бы связать с этим свою жизнь, стать, развивать экотуризм, зарабатывать на этом? Как есть, рассказывайте нам, нам правда это интересно. Мы не знаем, но, скорее всего, да. То есть, на данный момент, да, у вас это идет вот из глубины души, да, из самого сердца. Но вы же понимаете, что в перспективе на этом тоже можно и зарабатывать. Да, можно. Да, вот, пожалуйста, Антон. Конечно, на этом можно зарабатывать, но это надо знать грань. Ну, хорошо. А какую вы видите свою родину через 10 лет? Ну, лично я вижу свою малую родину, то есть город Барань, город, в котором я родился, в город, в котором я живу. Успешным, развивающимся городом. Видишь ли ты себя на малой родине? Или все-таки ты считаешь, что ты хочешь через какое-то время, через 2-3 года переехать в областной город, либо в Минск? Нет, конечно, я хочу остаться в городе Барань, потому что я его очень люблю. Ребята, вы, пожалуйста, как видите свою малую родину через 10 лет? Ну, наш город будет процветать уже на протяжении всех этих времен. Он будет очень чистым. Будет, вот, как только что говорили, вот этот вот бизнесмен, сыродят такие вот местечки, где можно будет отдохнуть с семьей, приехать на любой праздник. И вы будете помогать. Да, будем помогать. Ростислав, пожалуйста, поставь красивую точку. Я хочу сказать, что главное не то, что зарабатывать на том, что построить всякие здания, а главное помогать окружающим. Ребят, вам спасибо большое. Вы большие молодцы. Желаем вам огромного успеха. Ну, а после небольшой рекламы мы вернемся и узнаем, обязательно ли быть активистом для того, чтобы попасть в самый крутой белорусский детский центр. Не переключайтесь. Это пин-код. Тема сегодняшнего выпуска «Малая Родина». Друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте и пишите свои инициативы, чего не хватает белорусской глубинки на ваш взгляд. Ну, а за время рекламы у нас в студии стало многолюдно. Расскажу, кто у нас здесь сегодня находится. За время рекламы воспитанники Борисовского центра экологии и туризма к нам присоединились. Это Полина и Елизавета. Методист национального детского центра «Зубрёнок» Анна Зеленко. А также лидер пионеров Оршанского района Лариса Рудковская. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Я предлагаю начать с Полины и Елизаветы. Расскажите о своем проекте. Мы не представляем какой-то определенный проект. Мы представители Борисовского центра экологии и туризма. Как уже упоминалось об обращении президента, он также указывал, что в этом году каждый человек должен не только вспомнить о своей малой родине, но отдать должное своему кусочку земли. Поэтому мы занимаемся... Мы занимаемся облагораживанием территории, мы улучшаем экологическую ситуацию в нашем городе. Мы направлены на то, чтобы сделать наш город лучше. Лучше настолько, насколько это возможно. Каждый год мы участвуем в таких акциях, как «Посади лес». Также нашей одной из самых любимых акций является акция «Зробим». Это акция, направленная на очистку города от мусора. Какие бонусы вы получаете за то, что вы такие активистки и участвуете во всех этих акциях? Мы ездим в различные лагеря, на различные мероприятия, отправляемся, конференции, конкурсы, участвуем. Вот нас сегодня пригласили сюда, так как мы активистки. Ну, вообще, получается что-то делать. Конечно, получается. Результат виден? Я просто пролистываю как раз сайт с вашими фотографиями. Может нам что-то рассказать? Это все проекты, да? Загадки природы, осенние дни наблюдения за птицами. Да, у нашего экологического центра довольно-таки большая активная деятельность. Если пролистывать сайт, на нем можно зависнуть даже на целый день, рассматривая все, что мы делаем. А можно ли присоединиться к этим проектам? Конечно. Также у нас на распространении информации работает шестой школьный день. У нас каждую субботу проводятся экскурсии по экологическому центру и по агроучастку рядом с ним. Проводится агитация среди школьников. Также наше учреждение доступно общественности посредством функционирования нашего сайта, на котором много различной информации, фотографий интересных. А туристы-то уже появляются? Их больше, точнее, появляются? Конечно. Также наш центр организовывает поездки в 9-дневный лагерь на базе деревни Корсакович. Поэтому у нас туристическая деятельность тоже очень развивается и очень интересно. Такая насыщенная жизнь. А вы учиться успеваете? Когда вы учите? Когда домашние задания делаете? Ну, вся наша жизнь, вся наша активность, она научила нас совмещать и приятное, и полезное, и активную деятельность в центре и в школе. Лариса, а чем занимается ваш центр и как вы поднимаете престиж периферии? Наш центр занимается развитием творческих способностей детей и молодежи, ну, в общем-то, как и все центры. А вот одно из направлений этого центра, чем конкретно занимаюсь я, это работа с детскими и молодежными организациями и молодежными инициативами. В связи с этим у нас в 2015 году был создан такой интересный детско-молодежный штаб, который так и называется «Инициатива». Штаб объединяет около 150 самых инициативных ребят нашего района, они инициируют проекты и сами стараются по возможности, без помощи взрослых, эти проекты реализовывать. То есть это ребята, которые не боятся фразы «Инициатива наказуема». Нет, им такая фраза не знакома. Они приходят к вам с проектом, говорят, вот я хочу помочь тем-то, тем-то. Нет, вообще это очень длительный процесс, попасть в этот штаб очень сложно. Для этого сначала нужно проявить себя на уровне пионерского отряда, пионерской дружины, районной организации. Потом проводятся специальные выборы, где за ребят долго голосуют их друзья, их школы, других учреждений, педагоги, родители. И только те, кто набирает наибольшее количество голосов, это всего лишь 15 человек, могут пополнить наш штаб. Хорошо, а если в штаб я не буду входить, но у меня есть идея, инициатива, да, как сделать мой город, мою населенную пункт лучше, я могу написать вам письмо? Вы можете прийти к нам с этой инициативой, мы ее рассмотрим. Если она толковая инициатива, мы ее поддержим. Отлично. И вот этот штаб уже принимает решение? Да. Вот так. Слушай, сложно, мне кажется, все у вас? Зато интересно. Зато интересно. Анна, вопрос к вам. Как Зубрёнок поддерживает Год Малой Родины? Ну, на самом деле, у нас очень широкая и большая многоуровневая система, и мне кажется, что самым важным, чем мы выделяемся, это то, что к нам стекаются дети со всех уголков Республики Беларусь. То есть мы ежегодно принимаем около 16 тысяч детей, поэтому это позволяет детям не только рассказать о том, откуда они, а рассказать информацию о своем родном городе, но и почерпнуть что-то новое. А дети вот как-то, они осознают то, что вот у нас сейчас идет Год Малой Родины, они предлагают какие-то идеи или они приезжают вот, грубо говоря, на бренд, потому что Зубрёнок — это бренд. Ну, на самом деле, у нас есть тематические смены, которые реализовываются специально приуроченные Году Малой Родины. Вот буквально вчера от нас уехали ребята, которые являлись участниками смены на перекрестке родных дорог. Это были юные географы, которые приехали сюда в Зубрёнок для того, чтобы изучить этапы, возможности, всевозможные методы изучения своей родной земли. То есть они ознакомились с информацией, они посетили экспедиции, они познакомились с известными географическими возможностями изучения своей Малой Родины. Потом также вот буквально через пару дней у нас будет новая смена, которая называется «Веков связующая нить». Это ребята, которые писали исследовательские работы по теме Малой Родины. Они описывали здесь свои города, поселки, истории своих городов, деревень. Некоторые писали историю своей семьи в своем регионе. И, приехав в Зубрёнок, они уже будут изучать непосредственно, как работать с архивами, как искать информацию, как познакомиться, как провести экспедицию, узнать что-то новое. И, приехав домой, эти дети получают такое поручение, соответственно, дома. Они должны будут все эти знания, которые они получили в Зубрёнке, применить и отправить нам в Зубрёнок информацию. Такой мини-отчет мы называем. Фидбэк. Для того, чтобы мы осмотрели на самом деле, полезно это было или нет. У нас тоже есть один небольшой мини-отчет. Вам расскажу, нашим телезрителям напомню, что 8 месяцев назад к нам обратились активисты и одну из школ города Микошевичи с просьбой о том, что у них практически не развит досуг. Наш корреспондент Андрей Зрожевский навестил Микошевича и узнал, как сейчас обстоят дела. Нет никаких центров, чтобы молодёжь развивалась. Не проводят дискотеки. Вообще ничего не проводят. А в остальном даже дочь на периферии развлечений. Не ждали, не гадали, а пенкот таки вернулся спустя 8 месяцев за актом выполненных работ в город Микошевичи. И всё, казалось бы, на месте. Всё тот же Ленин, тот же Дворец культуры. И ВОЗ чудится поныне там. Самые большие мероприятия, это у нас в этом году был День Гранита. Потом на Новый год были огоньки. Перед Новым годом был День Гранита. Там была такая хорошая развлекательная программа. Диана признаётся, после выхода в эфир программы июньского материала против детей в интернете разверли настоящую травлю. Подпоясанной сетевыми кабелями горожане клокотали. Да как так можно? Да плохо, да не устраивает, но чтоб ссор из СБ. На нас было много жалоб. Начали писать потом, что мы поделились плохими материалами. Сказали, что это всё не насильственно, а то, что это мы должны сами делать. Очевидного, конечно, школьница не отрицает. Водичка в провинциальном болоте пусть и не взбушевалась, но слегка забулькала. Концерты и правда чуть ли не каждые выходные с вечера до глубокой ночи стали греметь. Но детям-то что? Десять ноль-ноль по комнатам и спать. Но в этот приезд Дианиными вопросами попасть на аудиенцию городскому лидеру нам таки удалось. Но вот ответ мэра школьницу, прям скажу, обескуражил. Микошевич – город районного подчинения. Там отдел молодёжи, идеологическая работа молодёжи, который охватывает, координирует работу всего района. Вот там уже люди, отвечающие за направление. Получается, что этот район, координирующий всю молодёжь района, они игнорируют Микошевич? Ну, не то что игнорируют, какую-то методическую помощь оказывают, но, скажем, мы сами научились жить самостоятельно. Председатель непреклонно культурных событий в городе даже сверх нормы. За этот год «Гранитом» было организовано более 200 мероприятий. Да и тот же спорт. Вот тебе имишь предприятиями, состязания и соревнования цехов. Но, господи ты, боже мой, восклицает Диана. Это же делают организации для своих же сотрудников. Горисполком должен организовать. Я же не клоун, извините за выражение. У нас такие два города в области. Белоозёрский, Микошевич, у нас нет своего бюджета. Райисполком. И управление там, и отделы там по направлениям деятельности, и средства там. Выходит врут, вздыхает Диана. А вы вообще вот слышали что-нибудь о молодёжной политике города? Нет. Что для вас делать город? Не знаю. На самом деле всё проводится, а они сами не хотят. Получается, да, Глина, по-моему? Получается, что Молдинский районный центр сказал, у вас есть градообразующее предприятие. Пусть оно продолжает. Это лишнее. Это не будет звучать. Не надо таких провокационных вопросов. Понятно? Не надо. И вот кому теперь верить, спрашивает Диана, когда по документам досуг есть, а счастья нет. И на том девушка говорит спасибо. Пин-кодом поверженной в страх бюро прогнозов осадков не сулит уж никогда. А счастье будет, если вы будете проявлять инициативу и предлагать свои идеи. Тогда всё получится. Да, а у нас, я напомню, что мы вот такой вопросик ещё не затронули. Анна, у меня к вам вопрос. Вы говорили про активистов, что только вот такие целеустремлённые ребята могут попасть. А обычные? Для того, чтобы попасть в зубрёнок, соответственно, ну, во-первых, мы центр для лидеров, да, то есть мы для детей активных в целом, да, потому что если ты безучастный, если тебе лучше полежать дома на диване и посмотреть телик, соответственно, то в зубрёнке тебе будет неинтересно. В зубрёнке телека нет. Есть ли, подождите, вопрос, который волнует всех. Есть ли Wi-Fi в зубрёнке? Есть. Всё. Wi-Fi есть. И, соответственно, для того, чтобы попасть в зубрёнок на профильную смену, мы чаще всего объявляем различные конкурсы. То есть если ты можешь написать сочинение, эссе, привести какую-то исследовательскую работу, ты можешь реализовать свой собственный проект, ты можешь проявить какую-то свою инициативу, быть победителем районных, республиканских, городских, олимпиад, смотров, всевозможных там конкурсов, победителем фестивалей, милости просим. А вот девчонки наши, которые у нас в гостях, они могут? Есть какой-то возраст, лимит, когда всё, в зубрёнок тебя уже не пустят? Ну, если девчонкам будет больше 18 лет, то, к сожалению, мы их не сможем принять, а вперёд с 6 лет до 18 мы всех приглашаем к нам. Я не могу не задать этот вопрос, учитывая, что скоро лето, да, как раз-таки все будут ездить в какие-то лагеря. Вот эта инициативная группа, которую вы набираете, насколько дорого этот? Дорого ли это? Бесплатно ли это? Расскажите нам, потому что это действительно важно. На самом деле, летом есть замечательная возможность поехать в зубрёнок на 9 дней в палаточный городок. Соответственно, в палаточном городке это такая романтика, песни у костра, гитара, жить в комфортабельных палатках, соответственно, спать на кровати. В палатке? В палатке на кровати, да. И она отапливается. Лариса, вы так расконцентрировали, да, уже были там со своими активистами. А потому что мы активно работаем, на самом деле, вот пока мы ждали вашу передачу, оказывается, мы с Ларисой знакомы, мы вместе были на пионерской смене в 2015 году, поэтому, как говорится, очень интересен. Тем более я у нас в Варшанском районе занимаюсь тем, что я комплектую группы в зубрёнок, это происходит 2-3 раза каждый месяц, поэтому я в курсе всех событий. То есть ваши ребята систематически посещают... Ну не зря же у нас есть штаб-инициатива. Ох, друзья, какую же инициативу предлагают поднести в малую родину. Пишет Наталья, самое главное, это любить свою родину. Кстати, вот ребята, которые к нам сегодня приходят, мне очень приятно, я вижу в душе, как вы очень любите свои городки, деревни и так далее. Да, площадки для детей, пишет нам Ольга Жихар, ещё говорит, за асфальтированные дороги невозможно ходить, особенно старикам. Кстати, очень приятно, что вы заботитесь не только о себе, но и о других. Развивайте агротуризм, написал нам Вадим. Девочки, у вас клиенты прям попёрлы, видите? Хотя бы маленькие дороги нормальные и хотя бы маленькие магазины. Автобусы чаще пускать с города в деревню тоже, вот написала нам такое предложение Полина. А, ну у меня к вам вопрос. А есть ли вот среди всех инициатив, которые выдвигают ребята, подростки, какой-то такой топчик, ну самые популярные, самые наболевшие, о чём ребята пишут, что предлагают? Ну, наверное, в самое последнее время особо актуальны вот исследовательские работы, и так как у нас есть год малой родины, то в большинстве своём сегодня эта тема актуальна и популярна. Очень большое внимание уделяется, конечно, профориентационному направлению, потому что ребята все интересуются будущей своей профессией, они заинтересованы в том, чтобы получить качественное образование. Поэтому очень большое количество проектов именно связано с этим направлением. Также мы работаем с ребятами-лидерами, и ребята также присылают такие вот интересные проекты. Не так давно, к году как раз-таки Малой Родины у нас был реализован проект, называется он «Легендарная Беларусь». То есть легенды о чёрной панне Нясвижи или там о том, как произошла история города Мир, знаем мы все. А вот есть ли какие-нибудь интересные легенды, истории ребят, которые приезжают к нам из мелких городов? Вот, соответственно, ребята приезжают к нам, и они оформляют, пишут специальное сочинение о легенде, рассказывают о своей Малой Родине. А ну так всё-таки кто лучше знает о том, что нужно Малой Родине? Взрослые или всё-таки дети? Мне кажется, что нужен тандем, ведь на самом деле ребята, вот молодёжь подрастающая, она очень инициативная, и есть рациональное зерно в том, что они говорят. Поэтому самое главное прислушиваться. Я считаю, что взрослые – это то, что есть сегодня, а завтра будут дети, они придут к нам на смену, поэтому наше завтра, наша старость в их руках. А девчонки кивают и говорят, в наших, в наших. Так что, дорогие друзья, неважно, будете ли вы выращивать картофель, строить дороги, дома, посёлки, в общем, делать маленькие шажочки для того, чтобы ваша Малая Родина становилась лучше, это будет действительно очень здорово. Всех гостей, которые у нас сегодня были, я хочу поблагодарить, что вы нашли время приехать к нам в студию, вы действительно поделились информацией, которая, я уверен, для многих телезрителей будет полезна. Ну а если вы сегодня смотрели пин-код, и у вас есть какая-то идея, инициатива, с которой вы хотите выступить, я думаю, вы уже знаете, куда стоит написать, кому рассказать. Даже если вы напишите нам в группу ВКонтакте, мы постараемся вам помочь. Это был пин-код Жан Синкевич, Татьяна Матусевич. Смотри телевизоры, слушай маму и смотри пин-код, не пропускай наши выпуски. Всем пока. Всем пока.